Значение орудия действия, корана. Самопрадааны – значение объекта отдавания или адресата дарения, самопрадаана. И апааданы – значение пункта отправления, апааданы. И адхикараны – значение локуса или пункта нахождения, местонахождения. Так, это второе, это крыт-вритты. Ну, например, вот, скажем, просто вот, что такое крыт, да, крыт-вритты. Допустим, это, вот, все образования крыт, это в композитах, так называемых, вот, упапада, да, пада-па. Сутра-крыт или сутра-кара. Вот крыт или кара, это называется, вот, как раз отглагольные первичные образования. То есть они непосредственно образуются от глагольного корня с помощью суффиксов, которые входят в класс суффиксов крыт. Так, дальше. Таддита-вритты. Таддита-вритты – это формирование вторичной или производной именно основы от первичной с помощью добавления особых суффиксов уже из класса неикрыта. Таддита или таддита-анта, имеющие таддита на конце. Ну, при этом вы, наверное, тоже знаете, что там не просто формально добавляется тот или иной суффикс, суффикс, ну, он производит целый ряд других изменений, как, например, ну, почти всегда, скажем, в большей части вредирование основы. Поэтому, например, нам, когда я учился, ну, еще вот, ходил по всяким, на целый ряд вводных курсов, я их всех пустил, по-моему, четыре разных вводных курса прошел у разных преподавателей по разным учебникам. И нам говорили, нам даже, я тогда не слышал это слово таддита, таддита-вритты, а нам говорили, что вот это вот, так называемое вредди-аплайтум, да, образовательная деривация вредди, да. Но она в том-то и дело, что там не только вреддируется, там что-то обычно еще и добавляется. Да. Так, далее. Самасоврытты, о чем вы, ну, по крайней мере, наверное, большинство из вас уже знают, те, которые у меня были на курсе. Композитов, самас, формирование новой именной основы путем сложения основ, ну, типа композитов и основные формулы их анализа, мы об этом говорили, может быть, имеет смысл, поскольку вот есть некая, да, договоренность о том, что сейчас мне надо будет в ближайшие пару недель, так сказать, что-то уточнить и что-то вот завершить этот конспект для издания, попробовать, да. Может быть, мы как раз снова поговорим, хотя бы такой вот с высоты птичьего полета вот вот взглянем на самасы, так чисто для памяти, да, в качестве повторения, да, какие бывают самасы, да, Татпуруша, ну, сюда же относятся Кармадхара и Двигу, это те, которые, согласно Махамбхаши Патанчеле, Уттарапада Артапрадхана, да, и их основной семантический, так сказать, семантический акцент на Уттарапада, на втором слове, то есть слово, которое оно, оно второе слева или первое справа тогда получается, ну, как, например, Татпуруша, то есть это Тасья Пуруша, человек или слуга его, слуга царя, то есть слуга, человек здесь, Пуруша, главное слово, Уттарапада Артапрадхана, вот, да, Кармадхарая, давайте не будем забывать, что по индийской грамматической традиции Кармадхарая является подтипом или подклассом Татпуруша, сюда же относятся и Двигу, а Двигу мы говорили не так давно, да, Багувриги называется Ангипадартрапрадхана, да, основное слово, оно вне композита лежит, поэтому они называются possessive compounds, да, в англоязычных учебниках, а в ей бхава это пурва падарта прадхана, да, на первом слове, то есть на слове слева лежит акцент, так сказать, семантический, при этом, конечно, мы не должны забывать, что из всякого вот этих основных правил имеется целый ряд исключений, конечно, когда, наоборот, да, в ей бхавы, допустим, могут быть, ну, перевернутые, об этом мы тоже говорили, и дван-два убгая падарта прадхана, то есть оба члена или целый ряд членов, вот каждый из них, он имеет самостоятельное, свое самостоятельное значение. Ну, просто шутки ради я написал, если кто еще не знает, такую карику, где якобы все название композитов...